Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам забой на новом месте. Будем с вами... О, забой! Потрошение уже. Так, значит, будем с вами потрошить курочку на новом нашем рабочем месте с использованием стола нового и раковины и несколько новых приемов. Покажу вам. Так скажем, те, кто все это знает, для них не будет ничего нового. Тех, кто хочет увидеть что-то новое в другой схеме разделки, для них может быть это видео полезным. А для тех, кто начинает только заниматься бролером, я вас уверяю, вы найдете много полезного. Одноразовое полотенце. Так как сегодняшний забой, так скажем, этой небольшой партии только начинается полотенце вируса новое. Если бы у меня были старые полотенца, старыми бы я вытирала стол, а новые полотенца у меня были бы для посадки птицы. Потом объясню, почему. Сейчас беру новое полотенце. Но это не обязательно. Так, что мы с вами сделаем? Через тем, как мы с вами начинаем работать, мы, понятное дело, с вами дезинфицируем место рабочее. Стратегическая дезинфекция происходит у меня после каждого забоя. Это что? Это сектодез. Что такое сектодез? Можете найти. Вот. Даже для операционных подходит дезинфицирующий средство. Оно очень экономично. Мне эта бутылка уже, наверное, два года. Вот. Там надо очень капелюшечку. И снова же я не злоупотребляю такими вещами. Мы с вами делаем это исключительно после забоя. А вот сейчас, когда сюда осела какая-то бытовая пыль, может быть, какая-то еще там такая вещь, то протираем стол над уксусной кислотой. А это и чистящее, и дезинфицирующее средство хорошее. Оно совершенно безвредно, в общем-то. Ну, я не имею в виду в пищу употреблять, да? Но безвредно в смысле вот обработки стола для разделки птицы, для потрошения. Почему? Потому что над уксусную кислоту используют даже для дезинфекции тушек. То есть в ней эти тушки просто замачивают. Даже для того, чтобы провести дезинфекцию фабричную. Вот, тоже используют над уксусной кислотой. В общем, все. Мы с вами протерли. И вот посмотрите, хотя стол с виду оказался чистым, видите, на тряпке все равно есть определенные какие-то загрязнения. Поэтому не филоним и место рабочее. Протираем с энтузиазмом. Так, есть контакт. Тряпку помоем. Этой тряпкой мы будем с вами вытирать стол все время, когда это будет необходимо нам. Место рабочее я уже подготовила. Таким образом. Подготовила емкости для потрохов. Съедобных потрохов. Съедобных потрохов. Да. Вот это. Внизу у меня находится ведро для потрохов не съедобных, не используемых нами, а идущих на выброс. Начинаем. Что делать? Подрошить птицу. Я не делаю это в перчатках. Перчатки мне исключительно для дезинфекции, чтобы средство на руки никак не ложилось. Для тех, кто смотрел наше видео о том, какое рабочее место сделал для меня мой муж, я хочу сказать, что внизу мы все-таки оставили сначала одно ведро над другим. Вот так сюда помещается пакет. И ставится оно прямиком над этим отверстием, с которым я могу, кстати, проконтролировать симметричность установки ведра и снизу проконтролировать его ровность состояния. Все. Сюда будут сбрасываться потроха ненужные. Ножички мы с вами подточили. И теперь что делаю я? Так как сейчас зима, проблема с мухами у нас отпадает. Потому как даже при условии того, что мы здесь топим печь, и сейчас здесь примерно в градусах 15. Ну, вы видите, да, я в жилетке, в толстенькой, ну, извиняйте. Короче, я выгружаю курицу сюда без страха того, что мухи могут ее обсесть. Летом этого делать будет нельзя. Я буду доставать по одной курице из емкости. Сейчас у меня вот такого обычно не бывает перенаселения, потому что я в конвейере с супругом работаю, но сейчас у нас нет бабушки сегодня здесь. И поэтому птицы у меня много скопилось. Ребенка я могла положить спать вот в конкретное время только. Достаю по 4 штуки. Вот не глядя, что значит достали. Посмотрим мы с вами. Во-первых, я сама еще не знаю, сколько у меня по времени теперь занимает. Так, смотрим сначала на вашу тушку снаружи. На нашу, на вашу, на броллера. Тушку, смотрим снаружи. Я убираю все те тычки, которые мой муж не убрал. Он может не заметить, пропустить. Ему там при том освещении это зачастую неудобно делать. И по этой причине я доделываю эти вещи. Я убираю перышки, которые я вижу. Как эта штука называется? Эта штука называется утконос изогнутый. Носик, видите, у него изогнутый здесь. Рисочек никаких нет. Он гладкий, поэтому он захватывает перо хорошо. И вы без проблем, как Ресфедер, брови, можете выдрать у нее, у этой птицы, любой тычок и любое перышко. Я почему об этом заморачиваюсь? Потому что мне самой по давности лет не нравилось покупать деревенскую птицу по причине того, что она недощипана, а перо я не очень люблю есть. Поэтому мне не нравится, когда остаются тычки. Я все равно какой-то процент тычков в любом случае оставлю. Из-за невнимательности, из-за спешек, из-за чего угодно. Но я стараюсь минимизировать этот процент. Поэтому вот делаем так. А, кстати, вот такую вещь приобретайте. Это маленький уже рулончик, туалетная бумага. Самая-самая дешевая в пятерке. Она вам поможет убрать быстренько то, что вам не надо. И выбросить, и не пачкать ни руки, ни тряпку, допустим. Если есть такая необходимость. Мы с вами к этому придем. Так, сначала что я делаю? Я вытаскиваю сейчас зоб. Я засовываю палец в шею. И стараюсь вытащить зоб. Для этого вам надо, чтобы у вас на указательном пальце не было когтя, как у коршуна. Иначе вы просто будете зоб рвать постоянно. Так, вытаскиваю я эти узлы в шею. Всегда забываю, как они называются. Эта система, к эндокринной системе курицы относится. Вот, я схватила его и вытащила. Все, вот он весь. Вот он. А, кстати, смотрите. Вы вот уже взяв курицу, будете понимать, что курица здоровая, нездоровая, что-то в ней патология какая-то. Вот в этой нет патологии, потому что у нее мягкий, хороший, отличный живот. Вот пустой зоб, никакой закупорки зобов, ничего не было. Видите, курочка подготовлена к зобою была. Бывает, что курица зоб наполнен чем-то. Жидкостью, например. Это значит, что курица пила много перед прям непосредственно зобоем. И у нее, может быть, там еще немножко возвратного желудочного сока. И воды вот этой самой. Я очень не люблю, когда так получается, потому что зоб можно порвать, и эта жидкость выливается внутрь птицы. Я ненавижу, когда так происходит. Я эту птицу вынуждена мыть и внутри мыть, чтобы всю эту влагу вымыть. Вот так, потрясла и вытащила. Хочу обратить ваше внимание. Раньше я говорила о том, что я сначала выдираю сердце. Сейчас я сердце не вынимаю. Я отрываю связки рукой между печенью и сердцем, проводя пальцами по позвонку. Буду показывать ближе, еще раз повторю. И в последнем я, получается, вынимаю сердце. И легкие. Как мы делаем легкие? Помните, гребеночку из пальцев сбоку и внутрь к позвонку. Сбоку и внутрь к позвонку. Я это делаю почему-то левой рукой. Не знаю. Может быть, кому-то будет удобнее это делать справа. Там сзади нам будут мешать. Не обращайте внимания. Так, ну и вырезаем потроха. Все. Вот смотрите, на этой стадии многие скажут, все, потрошение закончилось, я потрошу курицу 2 минуты. Ничего подобного. Это только начало. В общем, мы с вами будут решили птицу. И теперь нам нужно ее ополоснуть. Ополаскиваю я ее не всю и не заливаю внутрь ничего. А исключительно снаружи. Немножки с вами ополаскиваем. Сами вот эти вот гуску, так скажем. И под мышками, под крыльями убираем лишнее. Потому что там зачастую скапливаются и тычки, и все на свете. И вот такая получается птица. Сейчас я вам покажу. Не люблю я лить воду на стол. Ну, короче, вот, вы все видите, поняли, да? Вот есть определенные дефекты. Даже сейчас, когда я уже выпотрошила ее, все равно нужно посматривать. Где-то что-то торчит. Вот видите, от перышка пятнышки остаются. Но ничего страшного. В общем-то, это дефект тушки, но незначительный. Я не буду его учитывать, как прям дефектную тушку. Вот. Все. Вот такая птичка получилась. Что я делаю дальше? У меня прекрасная раковина из двух частей. Поэтому я во вторую часть исключительно сажаю птицу. Сажаю я ее так, как раньше сажала в таз. Вертикально. Вниз, соответственно, густкой. То есть, ну, попали вниз. У нее все это дело будет стекать. Все какие-то кровяные остатки с выдранных легких, сами понимаете, с потрохов они все равно так иначе присутствуют. Они, значит, сейчас будут стекать вниз. Под ней будет небольшая ложь, в которой буду ходить в эту раковину. То есть, удобство максимальное. Сердце. Так, милые дамы, писал мне кто-то. По-моему, Ольга написала, наша достаточно постоянная зрительница, что неудобно, что отверстие находится посередине. Это так удобно, просто неописуемо. Я вас уверяю, постарайтесь сделать так, чтобы у вас отверстие было посередине. Я вот здесь выкладываю готовые тушки. Вот здесь я разделываю одну или две в параллели. Понимаете? И еще небольшое отверстие никак, как бы не махнуло рукой случайно, или еще что-то, не дает возможности упасть туда курице. Или случайно упасть по трахам. Поэтому я, как бы, очень довольна тем, что отверстие небольшое в середине стола. Это очень удобно. Смотрите, желчный пузырь. Не знаю, будет ли вам видно, покажу еще раз. Желчный пузырь перехватываем выше, чем он начинается. Чуть выше. Оп, кровка. Чуть выше. И зажимаю, проворачиваю чуть-чуть рукой, провернула и выдрала. Все. И видите, я его оторвала. И печень целая получается. И желчный пузырь целый. Он не растекается. Вот он у меня. Видите, вот он болтается. Печень. Хоп. Большая банка у меня для печени, чтобы потом не фасовать. А все остальное в маленькую. Печень у нас примерно 60 грамм. Сами знаете, больше и меньше. И от веса птицы, и от возраста птицы зависит. И от содержания птицы будет увеличенной печени. Бывает нет. В среднем 60 грамм. Но я так для себя запомнила. 30 грамм желудок. Желудок комбикормовый, я имею в виду 30 грамм. Он небольшой. Комбикормовый желудок всегда меньше, чем в желудке птицы на зерне выращены. Вот вам зернышки. Видите? Потому что они сейчас на зерне. Кстати, так как у нас забой бывает большие, сейчас небольшой забой. Сейчас маленький. Совсем. Сейчас всего лишь 35 штук за сегодня. И это я желудки, так как я собираю вот эти вот оболочки внутренние желудок, как они называются-то? Кутикула желудочная. Вот. Она, значит, мне нужна. Я ее собираю, потому что у меня и подруга заказала вот сейчас. А еще эти покупатели тоже зачастую хотят вот эту вот кутикулу со мной. Так как птицы у нас последние проводят на зерне, у нас кутикула желтая, симпатичная, красивая и, ну, на мой взгляд, максимально здоровая, в смысле, без лекарственных препаратов в кормах. Вот и все. Дамы и господа, с подраками мы закончили. Вот. Мы помоем ручки, помоем инструментик. И что мы с вами дальше? Правильно? Должны протереть стол. Хоп-хоп-хоп. Можно делать по два, можно по три брулера, можно не протирать сейчас стол. Это не обязательно. Мне просто так приятнее работать. Когда у меня бывает стопор на завои в день, конечно же, я не успеваю это делать после каждой курицы и не делаю ее. Но и чтобы вам приятнее было смотреть, ну и мне для успокоения, что сейчас я сделала как надо, мы это сделаем. Кошечка, потрошка, птица. Вы думаете, это все? Для меня на этом потрошение и закончилось. Это середина. Как только птица стечет, мы должны сами ее упаковать. Сейчас я вам покажу, например, одной птице, как я это делаю. Вообще-то я собираю несколько птиц, они у меня стекают это время. За это время я потрошу других, посаживаю, потрошу, высаживаю, потрошу, высаживаю. Это конвейер непрерывный. Сейчас покажу на одной птице, потому что нам надо с вами как бы закончить с одной, потом уже будем говорить о других. Так, вот такие пакеты мы используем, 30 на 40 сантиметров. Я этого не делаю каждый раз. Сами понимаете, еще раз. Я собираюсь сразу много птичать. Я беру ее за плечи. Вот так в пакете. И сажаю на ткань. Почему? На ткань это потому как, во-первых, она не скользит по столу. Во-вторых, она промакивается. Видите, снизу? Сейчас я вам покажу эту ткань. Ее хвостик, ее гуска промакивается, и кровь, которая вот здесь, уходит в ткань. Я заглядываю еще раз внутрь, перевернув ее вот так. Нет ли там леофит, не забыла ли я еще что-то. И пакетик мы с вами благополучно завязываем. Вот таким образом. Все закончено? Нет, не закончено. Я использую обычный малярный скотч. Малярный почему? Бумажный, он ведется легко рукой. Он на нем, как на бумаге, пишется. Все хорошо. Так, по нулям курочку я взяла маленькую. Это моя птица, которая была на 10 дней младше, чем наш основной забой. Она же забыть только закончился. Поэтому эта курица маленькая. Но нам надо от нее избавляться. Дальше кормить мы ее не можем. Так, предположим, что мы ее продаем по 300 рублей, как мы вам с вами уже давно-давно все это озвучивали и говорили. 538 рублей такая тушка. Птичка бывает разная, ничего страшного. Нужно стремиться к тому, чтобы они были равненькие по размеру. Но снова же это вовсе не обязательно. Когда я формирую заказ, я кладу туда и маленькую тушки, и большие. Это клиентам нравится, потому что они, ну, маленькие тушки могут целиком запекать, большие, соответственно. Вот теперь все. Кило 795, 300, 538 рублей. Вот эта тушка идет у меня в холодильник. И она там благополучно проведет какое-то время. Не продавайте, пожалуйста, не охлажденное как следует мясо. Охлажденное только мясо, оно пахнет приятно, это свежак, все отлично. Не остывшая тушка может пахнуть, иметь запах неприятный. Поэтому имейте в виду, это когда будете продавать клиенту, который вот тут у вас у порога стоит, вы разделали все, сделали, в пакет сразу отдали. Человек привез домой, тушка как следует не остыла. Открывает пакет, чтобы разрезать ее на части, и оказывается, что там не очень приятный запах. Такое бывает, к сожалению, и мы с вами это можем не узнать, клиент, к сожалению, отвалится. Понимаете? Дай бог, что у вас клиенты позитивные и могут с вами держать обратную связь. Но не всегда такое бывает. Продаем только охлажденные как следует тушки. Кстати, обжиг вам еще покажет, какой тычок где оставлен. Будет черная точечка. Видите? Тоже полезное упражнение. Помимо дезинфекции кожных покровов, помимо того, что им придается легкая желтизна, большая какая-то упругость кожи придается при этом. И вот такая вот тушечка. Вот видите, я вам покажу. К вам лицом. Так, теперь. Ну, время пошло, вытаскиваем зуб. Помните, я вам говорила, что вены и артерии вытаскивают тоже на шее? Вот сюда можно нажать и вытащить вену и артерию. Для чего? Для того, чтобы из них потом в пакет не вытекали остатки крови. Потому что даже одна-две капли крови в пакете, сами знаете, в упаковке, выглядят очень некрасиво. Если я вспоминаю об этом, я почти всегда вспоминаю, но бывает по-всякому, я это делаю. Так, узлы. Вот так. Кстати, узлы кискам спокойно можно. Они очень даже съедают хорошо. Как же они называются? Кто мне напомнит, а? Так, схватили, вытащили. Зуб есть. Вот он. Нож. А, нож! Не сказала, ребята. Втыкаем мне вот так. Втыкаем вот так. Как бы вниз к позвонку. Чтобы тогда вы с большей вероятностью не порежете никакую кишку. Больше вот чем столько, это примерно 2 сантиметра, не засовывайте нож. Когда режете, даже я пальцем себе ограничиваю. Иначе порежете не обязательно именно нижнюю часть прямой кишки, а именно даже можете и середину. Когда я начинаю отделять жир или внутренние органы от тушки, я влезаю вот в этот карман. А зацепляю я его вот здесь у киля. Вот здесь у киля самый большой этот карманчик туда. Потому что вы можете влезть между вот этой внутренней оболочкой и боковой стенкой брюшной. И тогда вам очень сложно будет что-то вытащить. Вы влезете не туда условно. Поэтому мы влезаем вот именно от киля. Я влезла, видите как? Ой, наверное, видео будет бесконечным. Я еще раз вам должна это показать, наверное, близко. Так, если вы не уснете до конца этого видео, не забывайте, пожалуйста, смотреть рекламу. Вы нас очень поддерживаете этим. И спасибо вам большое, те, кто это делает испокон веков. Мы понимаем, что наш труд вам важен, нужен. И мы рады, что мы вам полезны. Так, вот так. Ну все, по большому счету, если вы считаете, что при этом потрошение заканчивается, то все. Оно закончилось. Смотрим внутрь, ничего не осталось. Угу, все хорошо. Все, вот тушка. Засекайте, не знаю сколько это. Четыре-три минуты. Ну не забудьте, я еще с вами болтала. Но это не все, на мой взгляд. Потому что, когда мы с вами подсчитываем, сколько времени нам нужно для того, чтобы запить, допустим, стокур, мы же не только вот этот процесс делаем. Мы вот этот делаем, и вот этот делаем. И потрофа я разделываю сразу. Чищу стараюсь. Потому что, потому что мне потом это делать, уже спина отвалится. Так, друзья, ну еще один момент. Значит, еще одна тушка. Я, значит, попробую вам показать более подробно снутри, со своей стороны. Мне, конечно, будет страшно, неудобно. Так, вот такая тушечка. Смотрим на нее. Что мы видим? Перышко, видите, тычечку выдернули. Хоп. Так, надеюсь, вам видно все будет. Так, еще что? Все отлично дощипано. Все хорошо. Все чудесно. Так, так, так. Переворачиваем. К лесу задом, к нам передом. Так, вот это мы сразу выбросим. Нажимаем на шею. Вам видно? Давайте вот так, да? Вам видно, наверное, да? Опа. Нажали на шею. Ухватили за этот сосуд. Венку и артерию. И вытащили их. Необязательный процесс, еще раз говорю. Это мой таракан. Мне кажется, что при этом меньше крови остается в этом. В пакете впоследствии потянули за пищевод и трахею, чтобы вытащить зоб. И обрываем связки, которые находятся между шеей и пищеводом и трахеей. Вот так, оборвали. Вот эти узлы уже появляются, вот они здесь. Их можно тоже вытащить как бы сразу. Ну, частично. Не все. Там их много. Так, киском откинули. Все. Дальше я беру указательный палец, засовываю в то отверстие, которое получилось, которое уходит у нас с вами вглубь курицы. И оттуда вы мой палец должны видеть через кожу. Вот он. Видите, да? Зацепляю как крючком. Вот узлы опять эти. И пытаюсь вытащить. Я по стенке вот здесь, с внутренней стороны веду и зацепляю и вытягиваю. Срывается. Хорошо. Мы делаем это несколько раз. Не обязательно сразу схватить насмерть. То есть каждое движение ваше понемножку вырывает зоб. Все. Я его взяла. Вот он. Это вопрос навыка. Даже себе я разделываю курицу именно. Потрошу курицу именно так же. То есть вот он весь зоб. Видите, он целый, не порванный. И спасибо Сашке большое. Курица, видать, действительно не пила. Последнее время уже третья и без воды внутри. Животик мягкий. Все хорошо. Без страхов и каких-то сомнений. Можем потрошить ее смело. Не боясь, что что-то польется. Еще что-то. Смотрите. Нож. Острый нос. Я беру, втыкаю ниже клоаки. Хвост втыкаю. Но не вот так. Угол ножа вот так. То есть к позвонку. Здесь вы однозначно ничего не порежете. Потому что там просто нечего резать. Обвожу вокруг. Прихватываю и вот так. Давайте предположим, что при этом у нас с вами появились вот здесь вот какие-то какахи. Ну, предположим. Поэтому вам и нужна туалетная бумага. Я беру и прикладываю прям вот так. Если надо, вытираю, выбрасываю. Другую прикладываю. И оставляю кусок туалетной бумаги. Раздвигаю стенки брюшные. И вот здесь у меня как раз и есть то самое отверстие, которое позволяет мне четко отделить жир от тушки вместе с потрохами. Потрошки от основной части. Я вырываю. Вы можете этого не делать. Конечно же. И при этом вы как бы денежек себе побольше заработаете. Потому что тушка будет на этот кусочек больше весить. Если у вас какаха у попы, то у вас бумага прилипнет и будет там держаться. Так как у нас нет, она сейчас отваливается. Бумага вот вообще. Ее очень хорошо собирать любые биологические остатки. Она сразу же. Прилипают они к ней и все. Вот сейчас что я делаю? Я веду руку пальцами по позвонку, между позвонком и потрошками. И отсоединяю их от позвоночной области максимально далеко. До самых легких, которые выше. Тем самым я печень отрываю от сердца. Так получается по какой-то непонятной мне причине. Потом я беру за желудок. Это основное место, за которое я хватаю. Это желудок. И потряхивающими движениями вытаскиваю все. Все. Понятно? И сердце у меня, вот оно последним выходит. Хотя раньше, я действительно повторюсь, сначала вытаскивала сердце. Трахея может выйти, может быть, нет совсем. Но это не суть дела. Вы ее быстренько там вычислите. Она жесткая. Смотрите, чтобы кусочек начала трахеи не остался там. Но при вытаскивании легких и этот кусочек тоже у вас выйдет легко. Снова делаю гребенку из своих пальцев. Сбоку к позвонку одно легкое. Сбоку к позвонку другое легкое. Вот таким образом. Дальше смотрим, не петушок ли это. Ничего не надо нам вытаскивать. Почки мы не вытаскиваем. Как в покупной курице, так и в домашнем бройлере. Почки удалению не подлежат, так скажем. Все. Курочка готова. Потрошение. Еще раз можно вот так. Но это я сейчас здесь так сделала. А на самом деле я это делаю над раковиной. Ну, чтобы вы понимали, сколько влаги там оттуда может вылиться. И я ее вот так сейчас сверху всю обмою. Мы с вами не заливаем в шею ничего. У нас же не было с вами ни разрыва зоба, ничего. И я не заливаю внутрь. Мы обмываем вот здесь ее, хвостик, вот так. Ножки обязательно. Вот в этих местах очень часто бывают такие кровяные сгустки. Мы сразу с вами это все дело убираем. И все. И курочка чистая, аккуратная. Вот такая красотка у нас, значит, садится на стекание воды. Все. Ручки ополоснули. Хоп. Берем следующую. И занимаемся еще плюс ко всему потрошками. Сейчас еще покажу. Так, потроха вот сюда перемещаю, чтобы вам было видно снова же. Сердце. Вот этот вот сердечный карман. Некоторые татарские гусеницы утверждают, что это сердечный приступ у птицы. Нет, на самом деле абсолютно нормально. Кровь сгустками может скапливаться у вас именно вот в этой части. Это естественно. Сердце наполнено кровью. Кровь очень быстро сворачивается при забое птицы. Перекарт я тоже снимаю сердечный. Вот он обычно, если птица здорова, он снимается очень легко. Если есть какие-то нарушения, то он может сниматься плохо. Но снова же это не опасно и не чревато ничем. В общем, если птица жива и забита вовремя и правильно. Легкие. Кошка. Трохея. Зоб. Так. Вот желудок. Смотрите. Давайте печень сначала уберем. Еще раз по поводу печени. По поводу... Я отрываю печень. Я не пользуюсь ножом. Вот желчный пузырь. Видите? Вот он. Вам видно, я думаю, да? Перехватываем его дальше, чем он начинается. Глубже в печень. Практически я врезаюсь пальцами. Вторую руку обхватываю. Все. Вот. Чистоган. Не докопаться. Кровь я вытаскиваю с печени. Клиенту, как и мне было бы, всегда приятнее видеть что-то без сгустков крови. Все. Вот видите желчный пузырь. Он даже не растекается. То есть вы его настолько идеально оторвали, что он даже не пачкает ничего вам, в общем-то. Ну и все отлично. Так, дальше. Раньше, я еще раз говорю, желудок сначала снимала все с него, потом отрезала. Сейчас я этого... Сейчас, кстати, здесь можно тоже так сделать. То есть вот этот жир, если мы будем его использовать для перетапливания, лучше бы, конечно, чтобы он на себя не налипало ничего, что содержится в желудке. То есть от зерна, все такое, потом это мыть долго. Все, кусочек оторвали, бросили. Теперь отрезаем от основания и выбрасываем по трошкам. Все, товарищи. Никаких проблем. Отличное рабочее место, хочу сказать, сделал мне мой супруг, дорогой. Он сейчас сзади. Особенно надо это проговорить как следует. Так, ну и выбрасываем содержимое желудка в таз, как я и сказала. Вот. И вот такой желудочек у нас хороший. Хрец, бряк, все. Еще раз. Сердце 10 грамм, желудок 30 грамм. В общем, получается 40, да. И еще 60 грамм печень. Итого 100. В среднем 100 грамм весит съедобная потрошка с одной тушки в 2-2,5 килограмма. Там плюс-минус. Будете рассчитывать, как у ваших клиентов, сколько вот на заказ, брать на заказ, какой заказ брать, желудки или там печень или сердце, да. Примерно представляете. Забиваете 100 штук, значит у вас будет там 6 килограмм печени, например, да. Или 1 килограмм сердец со 100 штук. Или желудков у вас будет, соответственно, 3 килограмма. Вот. Примерно так все. Ноги, головы, еще раз говорю, мы варим своим несушкам. Сейчас зима, мы их даже можем и замораживать на улице, и не только на улице. У нас есть определенное место, где мы можем это делать. Потом используем как, ну так скажем, натуральную мясокосную муку собственного производства. Вместо мясокосной муки мы варим на них зерновые наши. Получается распаренное зерно на мясном вот таком бульоне. Тоже перебарщивать не надо, потому что излишек протеина, в принципе, также неприятен для птицы, как и недостача, нехватка протеина. Поэтому стараемся не злоупотреблять такими вещами. Продавать головы и ноги, как мне написали, что это тоже может быть одной из частью дохода. Нет, конечно, 10 рублей килограммов никому не интересно. И возиться вы с этим будете гораздо дольше, чем получаемый, возможно, какой-то там доход с этой стороны. У нас собачки нету пока. Пока мы ею не обзавелись, поэтому все идет куром. Хотите посмотреть на моего мужа? Вот он пришел. Грязный, как сволочь, сел на диван. Александр Сергеевич, посмотри на свои штаны-то. Мой родной. Ну расскажи что-нибудь хорошее. Чего тебе рассказать? Мне ничего не надо, я тебе все знаю. Чем-нибудь людям расскажи. Ты устал? Я им покажу. Покажешь? Сколько птиц ты сегодня забил? 30. Ровно? Еще сколько? 6? Все. Все? Да. Да неужели? Угу. На этом мы с вами прощаемся. Здоровья вам и вашей птице, как всегда. И всего доброго. До новых встреч. Пока. Ребят, вспомнила, как узлы называются в шее? Тимус. Замечательное название. Очень похоже на какое-то мужское имя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова